Приветствую всех любителей пощекотать свои нервы, с вами Фантом, и в этом ролике я расскажу вам о фильмах ужасов, которые были запрещены во многих странах. Разгул жестокости и насилия на экране, как в документальных и новостных хрониках, так и в художественном кино, нередко приводят к попыткам подражательства и плохо воздействуют на неокрепшую психику впечатлительных людей. Именно поэтому почти в каждом уголке нашей планеты имеются списки, включающие запрещенные картины. О некоторых из них я вам сегодня и поведаю. И перед началом ролика я порекомендую вам бесплатный онлайн-марафон по дизайну для начинающих. В ходе марафона вы сможете изучить основы верстки и дизайна сайтов, познакомиться с основными инструментами дизайна. Все абсолютно бесплатно и проводится в режиме онлайн, ведущими дизайнерами СНГ. Каждый из участников получит 5 онлайн-уроков, 14 уроков записи и книгу. Основная задача организаторов это популяризация дизайна, вывод отечественного дизайна на новый уровень и привести обычным людям чувство стиля. Не ленитесь и участвуйте, ссылка под роликом. А мы начнем наш путь по темным и мрачным тропам запрещенных фильмов ужасов. Поехали! Седьмое место от каннибалов Это кино, рассказывающее о съемочной группе, отправившейся в дебри Амазонки, чтобы снять фильм о племени последних каннибалов на Земле. В назначенное время они не возвращаются. Спецназ, который послали на их поиски, уничтожает туземцев-каннибалов, забрав одного из них в плен. Чтобы найти членов пропавшей группы или снятый ими материал, в джунгли прибывает команда, состоящая из профессора, проводников и пленного туземца. На месте им удается завоевать доверие еще одного племени. Группа узнает, что отснятый материал находится у вождя. Хитростью выманив пленку, они просматривают ее. Увидев, что сняли пропавшие члены съемочной группы, участники спасательной экспедиции решают, что ужасающие кадры должны быть немедленно уничтожены. Запрещенные фильмы ужасов В эту категорию ад-каннибалов попал не только за сценой жестокости и насилия. Протест вызвал тот факт, что для съемок режиссер использовал настоящих животных. Резкой критики картину подвергли и первобытные племена. Заявив, что факты каннибализма, показанные в фильме, не соответствуют действительности, лента продержалась в прокате всего 10 дней. Ее запретили к показу в более 50 странах, что сделало ад-каннибалов самым запрещенным фильмом ужасов в мире. Через три года, после нескольких судов, картину вновь допустили к прокату. Шестое место. Прощай, Африка. Это документальный фильм о реальной жизни африканских народов, о бессмысленной жестокости, о геноциде, гражданских войнах и о бессилии властей что-либо изменить в лучшую сторону в жизни простых людей. Конечно, картина не относится к разряду обычных ужастиков. Здесь у нас реальные события. Но события эти способны напугать гораздо сильнее любого фильма ужасов. Самые впечатляющие и местами шокирующие кадры удалось снять в Кении, где происходило восстание против англичан, и особенно в Демократической Республике Конго, куда съемочная группа попала в самый разгар конголесского кризиса и смогла заснять боевые действия, которые вели наемники. В Кении съемочная группа была схвачена повстанцами и едва избежала расстрела. А также, что особенно интересно, режиссеры были обвинены в том, что некоторые сцены убийств были отсняты вживую. При этом люди были убиты по команде «Мотор». Им пришлось доказывать не***ность в суде и разыскивать свидетелей этого. Но потом выяснилось, что сцены расстрела и убийства мятежников Конго действительно были сняты вживую. И одним из оснований для обвинения послужило неосторожное признание одного из постановщиков, сказавшего «Наемники делали все, что мы просили». Полагаю, причины запрета этой кинокартины предельно ясны. Пятое место. Гротеск. Япония славится как страна, в которой создают странные и необычные киноленты. В 2009 году список запрещенных фильмов ужасов пополнила картина «Гротеск». Она запрещена к показу в Великобритании, а в других странах имеет только ограничения по возрасту. Также стоит отметить, что лицам впечатлительным и обладающим неустойчивой психикой, просмотр этого фильма крайне нежелателен. Сюжет картины можно описать в двух словах так. Ясным солнечным днем, молодой человек Кадзуо и девушка Аки возвращаются со своего первого свидания. Аки спрашивает, а ты умер бы за меня? Если понадобится, я сделаю все, что в моих силах, отвечает он. Через несколько секунд из машины, стоящей в тоннеле, на них набрасывается маньяк с молотком. Оглушив молодых людей, он отводит их к себе, а там подвергаясь всевозможным физическим и психологическим пыткам. С помощью бензопилы и прочих инструментов, лишая своих жертв различных частей тела. И тоже все время спрашивает, готов ли ты умереть за нее? Запрещенные фильмы ужасов имеют и своего рекордсмена. Киноленту, которую запретили еще в начале 20 века. История кинокартины уродцы необычайно интересна. Режиссер Тодд Броунинг снял фильм, главными персонажами которого стали люди с отклонениями в физическом развитии. В картине снялись настоящие цирковые актеры и почти все под своими настоящими именами. Это придает киноленте особую реалистичность. По сюжету фильма в одной цирковой труппе вместе выступали как актеры с физическими отклонениями, так и обычные артисты. Клеопатра, красавица-гимнастка, решает окрутить лилипута Ганса, который недавно получил большое наследство. Но на свадьбе невеста со своим любовником, цирковым силачом, в состоянии опьянения, начинает насмехаться над уродцами. Все понимают, что Клеопатра только притворялась доброй по отношению к ним. После ее попытки отравить Ганса, они решают наказать гимнастку и силача. Картину не приняли ни зрители, ни критики. Откровения такого рода просто шокировали публику, и уродцы были запрещены к показу во многих странах. В некоторых из них запрет действует до сих пор. Третье место. Техаская резня бензопилой. Картина частично основана на событиях, произошедших в реальности. В частности, прообразом маньяка стал Эд Гейн, один из самых известных преступников США. Он убил несколько человек и занимался вскрытием могил. Из человеческой кожи Гейн сшил себе костюм, пару штанов и пояс. Ей уже был обтянут его стул, а из черепа маньяк изготовил тарелку. По сюжету фильма в штате Техас на ферме обычного работника скотобойни Томаса Хьюита, полиция обнаружила 33 изувеченных человеческих тела. Ужасающее открытие шокировало людей и было названо самым жутким массовым убийством за все время. Пресса окрестила убийцу как человек с лицом из кожи. Спустя время местные власти застрелили человека, носившего на лице кожаную маску. Дело было закрыто, но в последующие годы множество убийств показало, что полиция нашла не того преступника. Случайно уцелевший свидетель рассказал настоящую историю того, что на самом деле произошло на заброшенном Техасском шоссе, когда пятеро подростков оказались в ловушке у безумного человека с бензопилой. Фильм 1974 года и его ремейк из-за особой жестокости были запрещены во многих странах. Второе место. Сербский фильм. Я уже рассказывал о данной картине в топе самых безумных фильмов ужасов, но не побоюсь рассказать о нем еще раз. Новорожденное порно. Так, критики говорят о данном фильме. Сербский фильм включает в себя столько насилия и разврата, сколько люди фактически не могут понять. В буквальном смысле у общественности данный фильм ассоциируется с отвратительным и жестоким порно. Неудивительно, что люди по всему миру отказываются ехать в гости в Сербию. Если данная страна столь ужасна, как этот фильм, значит туда точно дороги нет. Главный герой картины по сюжету соглашается сняться в жестоком порно ради своего сына и жены. Сбережений практически не осталось, и у него не было выбора. Вскоре он узнает о сценах, в которых он обязан сняться. Он должен насиловать женщин, детей, мужчин, употреблять наркотики, убивать и заниматься некрофилией. Возможно, это даже не весь список извращений. Семья главного героя в конце фильма даже не может спокойно умереть. Их трупы подвергаются сексуальному насилию. Эта сцена особенно ужасна. Великобритания сразу сделала запрет на распространение фильма в стране. Но остальные страны, такие как Бразилия, Новая Зеландия, Норвегия, Испания, Финляндия, не сразу поняли, какой ужас они выпускают в свое государство. После многочисленных негативных отзывов людей, фильм остается под запретом практически во всех странах мира. И, наконец, первое место. Сало или 120 дней Содома. Фильм вышел в 1975 году и основан он на божественной комедии Данте. Популярной картина стала из-за своих жестоких сцен насилия, извращений и некрофилии. Сюжет фильма состоит из четырех частей. Преддверие ада, круг мани, круг дерьма и круг крови. Теперь поговорим подробнее о первой части, преддверие ада. Президент и герцог женятся на дочерях друг друга. Затем они приказывают фашистам посетить несколько десятков человек, из которых они отберут девять девушек и девять парней. После того, как выбор будет сделан, они отвезут всех людей в загородный дом, где их заставят заниматься сексом друг с другом, при этом используя всяческие извращения. Более того, в доме живут шесть несовершеннолетних проституток. Вечером около шести часов группа людей собирается в главном холле, где проститутки делятся своими различными историями из жизни. После ужина начинаются рутинные оргии. За гетеросексуальное поведение людей лишали рук, ног и половых органов. Также основным законом была смертная казнь, если люди начинали молиться и просить помощи у бога. Следующая часть называется «Кругом маний». Одна проститутка на протяжении нескольких часов рассказывает свои истории, в которых она многократно подвергалась насилию педофилов. Также в этой части фильма девушка пыталась выброситься из окна, но охранники задержали ее. Вечером за ужином четыре дочери фашистов ухаживают за мужчинами. Один охранник специально толкает девушку и начинает насиловать ее прямо в зале. Президент спускает свои штаны и начинает кругами бегать по комнате, демонстрируя присутствующим свои половые органы. Также любимой забавой персонажей было представлять, что пленники – это собаки. Они специально сбрасывали объедки со стола. Одним вечером судье захотелось поэкспериментировать, и он подкинул гвозди в кусок пирога. Пленница, ничего не подозревая, начала есть, и душераздирающая кричать от боли, из ее рта текла кровь. Следующая часть «Круг дерьма». Она, соответственно, рассказывает о сексуальных извращениях, связанных с дерьмом. И последняя часть «Круг крови». Фашисты узнают о многочисленных нарушениях пленников и начинают решительно действовать. Дочери фашистов выбрасываются из окна. Другие пленники подвергаются жестоким пыткам. Им вырезают глаза, разрезают кожу, отрезают языки, прижигают раскаленным куском железа их плоть. Заканчивается фильм приближением западных союзников и танцем охранников. Теперь, полагаю, понятно, почему данный фильм был запрещен в большинстве стран мира. Здесь не просто жестокие сцены насилия, которые травмируют психику, но и целая совокупность абсолютно аморальных действий, которые могут свести с ума. Во многих государствах фильм до сих пор остается под запретом. На этом ролик подходит к концу. Я рассказал вам о страшных фильмах, которые были запрещены во многих странах. Смотреть их я вам советовать, конечно, не буду. В очередной раз убеждаемся, что безумию человеческому нет предела. Казалось бы, сняты уже тысячи фильмов, рассказаны все возможные истории. Но нет, продолжают появляться картины, которые шокируют многих зрителей и даже поддаются запрету. Какие извращения будут придуманы через десятки лет, даже трудно представить. На этом все. С вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok